Добрый день или доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Прианру «Недвижимость за рубежом». Мы начинаем очередной наш вебинар «Общение в онлайн-формате. Самое замечательное, что придумало человечество за последние несколько десятилетий, то, чем мы сейчас можем успешно пользоваться для решения самых-самых разных наших задач». Тема наша не просто актуальная, она сверхактуальная. Мы говорим не просто о зарубежной недвижимости, а зарубежной недвижимости в стране, которая за последние несколько лет, точнее, за последние два года совершила огромный рывок в неофициальном рейтинге самых популярных стран у покупателей недвижимости из-за рубежа, ну, в частности, говорящих по-русски. Это Турция. Турецкая недвижимость в силу разных причин очень-очень популярна. И сегодня мы обсудим причины этой популярности, обсудим текущую ситуацию на рынке, обсудим возможности получения ВНЖ и гражданства, возможности совершения удаленных сделок в Турции с нашим замечательным экспертом. Это Александра Кабакчи, руководитель отдела продаж компании «Таберг Эстейт». Александра, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Приветствую вас, Филипп. Приветствую всех наших зрителей. Чат у нас работает, и первое сообщение в чате поступило о том, что нас не слышно. Господа, такое иногда бывает, но не на нашей стороне проблемы, а, скорее всего, проблема на вашей стороне, на вашего компьютера. Если кому-то не слышно, самое простое решение, которое можно сделать, просто перезагрузиться или попробовать включить-выключить звук. Надеюсь, что, да, надеюсь, что в массе своей вы нас слышите. Александр, давайте сразу с места в карьер просто парочку важных моментов, которых должен еще объявить. Сразу попрошу своих коллег с контакта компании «Таберг Эстейт» разместить в чате, ну, чтобы те, кто хотят связаться по ходу или после завершения вебинара с компанией, могли бы это сделать. Второй момент, который хочу сказать, значит, есть чат, вы здесь можете задавать вопросы. По максимуму постараемся на них ответить во время вебинара. Третий момент. Разумеется, запись вебинара у нас будет. Завтра мы ее опубликуем на портале, и, соответственно, ссылку мы пришлем всем, кто был зарегистрирован на ваш вебинар. Ну, а теперь все, давайте начинать. Александра, первый вопрос. Наши непростые с точки зрения... Времена. ...показателей времена, да. Что сейчас происходит у вас в Турции, конкретно в Алании, если мы говорим просто о том, что происходит на улицах? Я знаю, что у вас есть фото, я их сразу включу. Окей, да, пару слов. То есть Турция, конечно, кардинальные меры относительно карантина применяет. Сейчас у нас работают продовольственные магазины, аптеки, государственные органы, банки, нотариусы, кадастровое управление. В принципе, все остальное закрыто. То есть спортивные центры, кафе, рестораны, абсолютно пустые улицы, и каждый день какие-то вот новинки в плане правил поведения. То есть если раньше у нас тем, кому выше 65 и кто имеет хронические заболевания, было запрещено выходить на улицу, то сейчас всей молодежи, всем детям также запрещено выходить на улицу. До 20 лет вы не имеете права выходить, прогуливаться по набережной. Вы видите, да, на фотографиях, то есть набережные все лентой перекрыты, все закрыто, пустые пляжи. На пляж также спускаться нельзя, заниматься спортом на улице нельзя. Все парки, детские площадки, все закрыто. Школы предварительно сейчас, до 30 апреля у нас не работают, университеты также, и все ученики занимаются, уроки проходят в режиме онлайн, в режиме онлайн-конференций. Ну вот на нижней фотографии я вижу, там все-таки каких-то паронарушителей подошли к берегу, да? Паронарушителей подошли, да, но вы знаете, вот я сейчас ехала в офис. Кстати, офис у нас открыт, то есть отдел послепродажного сервиса каждый день мы открываем. Потому что работа есть, и каких-то в отношении нас не было требований закрывать офисы. Полиция проезжает прямо на мотоциклах, на таких мопедах, и все, кто вот прогуливаются, предупреждение идет, обязательно носить маски, в магазин вас без масок не пустят. Ну, в этом плане настолько, конечно, Турция молодцы, настолько я горжусь этой страной. Сейчас запретили у нас продажу масок, они их раздают бесплатно. Вот мэр города вышел на улицы, и акция была, раздавали маски. У кого вид на жительство и граждане Турции могут заполнить анкету на почте ПТТ, и им бесплатно пять масок в неделю на человека полагается. То есть молодцы в этом плане, поддержка, поддержка пожилого населения. То есть сделали правило 65 и выше, вы не можете выходить, мы вам принесем все домой. То есть служащие муниципалитета, вы подаете заявку и приходят, помогают, продукты приносят. То есть в этом плане, конечно, нет такого, что мы эти меры ввели, а как их соблюдать не можем. В двух словах, скажите все-таки вопрос ограничения. То есть лицам старше 65, вы сказали, нельзя выходить на улицу, нельзя выходить молодежи. Их как-то останавливают, проверяют, если заметили штраф или как это? Да, проверяют, то есть даже у меня отец, он постоянно живет здесь в Турции, ему меньше, чем 60 лет. Его остановили, попросили его вид на жительство, посмотрели на дату рождения, предупредили, ничего не сказали, так как ему не выше 65, но штраф предусмотрен 3 150 лиры, то есть примерно там 300 долларов штраф будет за нарушение, и штрафы начали выписывать. Но вы знаете, в этом плане довольно, ну, все законопослушные, я смотрю, действительно, на улицу вот так вот, я ехала на работу, абсолютно пустой, вымерший город. Мне это очень необычно видеть, потому что на самом деле апрель, это у нас уже начало туристического сезона. То есть если бы этого всего не было, уже бы были заполненные улицы, открытые бич-клубы, работающие отели, то есть апрель уже в Алании, на самом деле, это самая южная точка, уже все чартеры летели, у нас очень много клиентов летело, ну, не долетело, скажем так. Временно, время. Да, кто долетел, у нас не вылетел, такие также есть, то есть, скажем так, застряли. И, ну, если бы ситуация была не такая, как сейчас, я бы сказала, что застрять в Турции, ну, такой неплохой вариант, как у нас некоторые говорят, южная ссылка, вот, но в данном случае, наверное, это не совсем уместно, потому что все закрыто, выйти никуда нельзя, и все сидят дома. То есть FDK у нас по-турецки такой лозунг сейчас идет, все дома. Александра, давайте перед тем, как мы начнем говорить уже о возможности удаленной сделки и о программе гражданства, сразу ответим на вопрос, он действительно актуальный, и на самом деле последние несколько лет так или иначе к нему возвращаются. Вот Андрей, наш зритель, задал этот вопрос. Вопрос не про карантин, а про недавнее обострение международных отношений. Слышал мнение, что резко стало отрицательным отношение, ну, к русским, и в какой-то момент сняли в кафе и магазинах российские флаги и другую атрибутику. Вы знаете, нет, то есть внутри, ну, мы, у нас очень много и клиентов, тут и сотрудники абсолютно, и граждане России, Украины, мы тут постоянно живем, ничего такого нет, то есть как было хорошее отношение, так и есть. Даже на самом деле, вот, когда в 2016 году были проблемы с Россией, все равно на уровне каком-то бытовом этого не чувствовалось, и такого однозначно не было. Отлично, ну, начали все-таки с позитива, хотя пустой пляж, конечно, ужасно расстраивает. Да, и, ну, и вы знаете, наверное, эта тема вируса, пандемия, она так сейчас у всех на устах, что забыли уже и о всех, и о войнах, и о кризисе, и о всем остальном. Эта тема, можно так сказать, перекрыла все остальное информационное пространство. Отлично. Александр, ну, давайте тогда коснемся следующего вопроса. Вопрос следующий. Вы сказали, что, по большому счету, все официальные органы, те, которые отвечают за проведение сделки, по-прежнему работают. Давайте, да, давайте рассмотрим ситуацию, поскольку, ну, есть несколько категорий покупателей, есть те, кто сейчас проводят сделку, и вся эта вакханалия застала их в момент проведения покупки. Есть те, кто только задумывался и только, скажем, выбрал объект, но при этом никаких действий не совершил. Есть те, кто сейчас находится за пределами Турции и, соответственно, ну, в значительной степени ограничен в передвижении по естественным причинам. Как сейчас можно совершить удаленную сделку в Турции? Как работаете вы? Что сделать можно, чего сделать нельзя? Пожалуйста. Окей. Значит, как я уже сказала, кадастровое управление работает, нотариусы работают, банки работают. Конечно, все органы скорректировали свою работу. То есть в кадастровое управление, если раньше мы приносили документы перед сделкой, непосредственно в самоуправление, заходили туда, общались со служащим, все это в ручном режиме подавали, то сейчас мы занимаем очередь онлайн, нас по одному человеку вызывают в определенное время и также потом вызывают на саму сделку также в определенное время. В банках то же самое, по одному человеку принимают, но тем не менее все в рабочем режиме, все работает. Тот, кто у нас прилетел, успел прилететь, мы все показывали. Комплексы все продавцы без проблем клиентам показывают, рассказывают. В жилых комплексах у нас инфраструктуры сейчас не работают. То есть те, кто у нас сейчас, они не увидели работающий бассейн подогретый, сауну, хамамы. Полностью во всех жилых комплексах вся вот эта вот отельная инфраструктура, она закрыта. Вот. Те, кто у нас не прилетел и находится, скажем так, по ту сторону, он собирает... Не важно где, да. Да, не важно где. Во-первых, мы работаем онлайн, и каждый, любой объект на нашем сайте мы можем показать онлайн. То есть менеджер выезжает, мы связываемся по WhatsApp, Viber, Skype, как удобно, договариваемся о времени, и процессом просмотра руководит сам клиент. То есть он может посмотреть потолок, а давайте на крышу поднимемся, а давайте немного прогуляемся. В принципе, мы сбрасываем расположение объекта на сайте, и сейчас интернет позволяет Google карты пройтись по улицам, посмотреть, получить полную картину. Конечно, те, кто был у нас в Аланье, у нас очень много вот сейчас мы поддерживаем связь с теми, кто уже прилетал, кто уже смотрел. Он ориентируется по Аланье, то есть ему немного этим клиентам уже легче, уже картинка у них есть, и они знают, что хотят. Но даже если не знают, то сейчас как раз время все это изучить, посмотреть. На YouTube много роликов у нас по всем районам, по всем вариантам. Смотрим. Останавливаемся на этом варианте. Мы смотрим и от застройщика, и готовое показываем, и вторичный рынок. Конечно, если это этап строительства, тут немного легче. То есть мы показываем только земельный участок, мы показываем проект, планировки, вид можем показать. То есть у нас была ситуация, когда покупателю был важен вид. Будет он там или не будет с 10 этажа конкретно этой квартиры. Мы подняли дрон на определенную высоту, мы посчитали, сколько вот это этажности, и прямо вот сняли, как будет вид с этой квартиры. То есть такая возможность также есть, подписывается контракт, если выбор сделан. Вот с этого момента. Вот с этого момента. Окей. Вот я нахожусь за границей. Мне понравилась какая-то квартира. Объект. Первичка, вторичка. Я готов его покупать. Но вот документов моих у вас никаких нет. Что мне нужно делать? Что делать? Для контракта нам понадобится только ваш загранпаспорт, фотокопия его, данные, адрес для контракта, этого достаточно. Для самой сделки, для получения ТАПУ этого недостаточно. То есть к этому я подойду попозже. Мы будем оформлять доверенность, чтобы это сделать. Сначала контракт. Подписываем контракт. У нас довольно, скажем так, большой. То есть это только первые две странички нашего контракта. На самом деле у нас 8-10 страниц контракта. В зависимости от того, этап строительства, это там немного другие пункты, или вторичное жилье. И, конечно, каждый контракт индивидуально уже с каждым покупателем обговаривается, составляется в зависимости от варианта. Оригинал контракта иногда может понадобиться, чтобы произвести оплату в банке. То есть некоторые банки именно могут потребовать оригинал контракта. Этот контракт мы вам по почте высылаем, по адресу, который вы укажете. Но большая часть банков даже принимает вот такой вот сканированный вариант нашего контракта. Три стороны, три подписи, три экземпляра, два языка на русском, на турецком, все. Но если у нас покупатели с другой стороны, именно вот это может быть и английский вариант, английско-турецкий или немецко-турецкий контракт. По нему производятся платежи. Дальше, чтобы... Александра, сразу хочу уточнить. Вот мы, ответить на вопрос Дмитрия, да, мы, безусловно, сбросим эти материалы после вебинара, и с вами обязательно, ну, свяжутся коллеги из компании. Да, то есть наш контракт, это не какой-то секрет. Мы его высылаем, вы можете ознакомиться с ним вообще предварительно, даже еще ничего не выбирав, не выбрав образец контракта, вы почитаете, вы увидите, как это будет. Александра, просто чтобы, ну, для понимания, 8 страниц все-таки, это много чего можно в этом объеме описать. Что там описано, вот, примерно? Примерно гарантии, ответственность сторон, условия расторжения контракта, условия платежей, полностью данные о квартире, кадастровые данные. Иногда, если квартира это с мебелью, с техникой, то могут прилагаться конкретные фотографии этой квартиры. Такое также может быть описание инфраструктуры комплекса, в принципе, ну, вот, все основные... Если вторичка? Если вторичка, то же самое, то есть, особенно на вторичке, вот эти вот пункты по, что входит в стоимость квартиры, очень важно. Если на этапе строительства, то там чуть-чуть более развернутый контракт, прописаны пункты о штрафных санкциях, если будет задержка конкретно по этому объекту, какие гарантии на новое жилье предоставляет строительная компания. К контракту мы прилагаем полностью документы об этой компании, прилагаем ТАПУ, ну, и также вот фотокопии паспортов ответственных лиц, которые будут подписывать контракт от имени этой строительной компании. Итак, я вас прервал в тот момент, когда вы рассказали о том, что человек подписывает вот этот договор, контракт, но этот контракт между ним и вашей компанией. И покупателем, и продавцом. А, и продавцом. Три стороны. Три стороны, конечно. Окей. Как дальше происходит общение? Хорошо, вот человек подписал вопрос перевода денег, к вопросу, вот эти как вопросы сейчас решаются. Да, ну, вот сейчас, конечно, в основном 99% по онлайн-контрактам деньги идут официально через банк. То есть в контракте мы указываем банк, банковские реквизиты именно продавца, и на этот счет будет идти по этому контракту платеж. Иногда бывают ситуации, когда вот буквально вчера у нас строительная компания одна в Аланье разослала своим клиентам рассылку, сделала и нам, компаниям-посредникам, что предлагают прямо забирать в городах России и Украины оплату. То есть иногда бывает у строительных компаний такая услуга, как они могут прямо в России, в Украине, в Казахстане получать деньги, забирать за недвижимость. Но чаще всего все-таки перевод идет через банковский счет. Сколько, нет ли здесь сейчас каких задержек? Я словно, как бы банки сейчас работают не так оперативно, как хотелось бы. Есть, да. Особенно, когда у нас идет банк-корреспондент между счетами. Вот у нас недавно несколько задержек было. То есть если до этой ситуации день, два, три, и покупатель подтверждал получение платежа, то вот сейчас у нас около недели была задержка по трансферу денег. Есть ли какая-то история, связанная с резервацией квартиры? Ну, если я все-таки хочу, чтобы квартира, особенно на вторичке, я хочу, чтобы она не ушла, но при этом я хотел бы так придержать до того момента, когда рейсы откроются. Да, есть, конечно, такой момент, и сейчас очень много вот таких вот вопросов и контрактов именно по резервации. Но тут мы, конечно, все в индивидуальном порядке, потому что очень много будет зависеть на вторичном рынке от собственника. Какой-то собственник говорит, да, без проблем, я возьму залог 10% от стоимости квартиры, и два месяца эта квартира за вами. Какой-то собственник говорит, вы знаете, меня не устраивает, то есть я возьму залог 10%, через месяц я возьму где-то еще 20-30%, и потом вот когда границы откроют, полная сумма оплаты. Еще такой момент, что непонятно, когда все-таки, сколько это продлится. Вот эта неопределенность, она немного смущает и покупателей, и продавцов. Поэтому какие-то даты мы все равно стараемся в контракте прописать с условием того, что эти даты могут быть пересмотрены, и потом дополнительные приложения мы контракту оформим с вами. Поступают вопросы. Тут часто был вопрос по поводу поиска работы в Турции, но мы чуть позже, ближе к концу, все-таки коснемся их. Давайте все-таки сейчас на эту тему. Александра, можно ли расплачиваться картами, или картами расплачиваться вообще никак? Да, картами, ну тогда вам надо, получается, тут быть. Некоторые строительные компании также у нас принимают карты. Вот основные строительные компании, которые в Аланье, можно карточкой расплачиваться без проблем. Также можно снимать карточки, но в своем банке вам надо уточнить лимит на снятие в день и плюс комиссия какая будет. Также у нас какие-то небольшие суммы платежи, Western Union, Золотая Корона, Монеграмма, вот иногда также использовали. Ну и часть, конечно, когда люди приезжали, 10 тысяч долларов для граждан России можно перевозить без декларации. То есть, конечно, семья едет, три человека, грубо говоря, уже полстоимость квартиры наличным платежом привезли. Но сейчас, так как все закрыто, все получается через банк. Вот, ну, всегда такой момент, там, перевожу деньги, здесь вроде как понятно, куда, но с другой стороны все равно там опасно. Вопрос гарантии, вопрос надежности, каким образом вы его регламентируете, какие здесь, ну, возможности и, к сожалению, неизбежные риски? Да, конечно. Ну, вот я не просто так прикладывала к нашей презентации сегодняшний наш контракт, то есть максимально себя обезопасить можно правильно составленным контрактом. Юристы нашей компании ее составляли, этот контракт. Ну и также, понятное дело, что обращайте внимание, сколько компания на рынке, какие документы у компании. То есть сейчас открыть фирму легко, но надо получить лицензию на ведение риэлторской деятельности. Дальше риэлтор, он получает карточку, по-турецки, я могу сказать, по-русски уже забыла, как это называется, подтверждение своей квалификации, скажем так. То есть все эти документы, тут ничего такого нет, вы можете у компании попросить, она обязана выслать это все, чтобы посмотреть, ну и также отзывы можете почитать. Посмотреть в этом плане, чтобы не столкнуться с проблемами. Что, кстати, уточним сразу в продолжение, у нас такой динамичный с вами диалог получается, немножко, может быть, разболтанный, но все-таки нейральную линию соблюдаем. Вот Дмитрий пишет вопрос, а что в Турции говорят по поводу возможных ограничений, запретов? Вот вы называли цифру 30 апреля, но это такая внутренняя как бы история. Это внутренняя, да, по школам. Что, ну, хотя бы, что пишут, что говорят? Что говорят? Ну, сейчас, конечно, Министерство туризма обеспокоено текущей ситуацией, потому что у нас приближается сезон. То есть это очень важно для побережья, для Анталии, для Аланьи, для всего Средиземного моря. Это заработок большого количества людей. Поэтому сейчас Министерство туризма разрабатывает стратегию по началу летнего сезона и планирует на июнь. Планирует на июнь. Да, на июнь, потому что май все-таки, да. Хотя вот у нас сейчас клиенты купили билеты на турецкие авиалинии, и пока турецкие авиалинии, регулярные авиалинии, подтверждают вылет на 3 мая. Ну, я, кстати, вот не знаю, я тут в явном меньшинстве просто, но в жизни своей, поскольку я очень люблю не очень жаркую, ну, не очень такую теплую воду, для меня любимый сезон в Турции – это где-то 20 мая. Я вот 20 мая обычно всегда приезжал. Главное, еще народу все-таки не так много, как там июля, август. И там прям... Ладно, скоро встретимся. Да, и также вот Министерство туризма все-таки планирует именно сначала активировать внутренний туристический рынок. То есть, может быть, как-то снизить цены, но привлечь именно тех... Мы в Валане находимся, а у нас Стамбул, Анкара, Коня. То есть, люди севернее, турки, для них это также курорты. Они также отдыхают, также выезжают на море. Поэтому в первую очередь, конечно, как вот и в 2016 году, будут привлекать сначала вот туристов местных. Александр, давайте перейдем к следующей части нашего разговора. Вот специально посмотрел статьи и новости последние наши, которые мы публиковали. Кстати, хочу обратить внимание, что мы недавно сделали целый материал. Ну, это не подвиг, но просто факт, да, с компанией «Атаберка» стоит. И, кстати, ссылку на этот материал, я думаю, в чате тоже можно будет посмотреть. Там есть полезная информация, часть которой мы сейчас просто в устном разговоре подтвердим. Так вот, одна из новостей последних месяцев. Более пяти тысяч иностранных инвесторов получили гражданство Турции за последние два года. Ну, шикарная новость для того, чтобы начать разговор о возможности получения в ВНЖ и гражданства. Ну, давайте начнем именно с гражданства или с ВНЖ. Как, с чего хотите? Без проблем можно по гражданству пройтись. В 2018 году в сентябре в Турции были внесены поправки к закону о гражданстве и снижен порог инвестиций, благодаря которым можно подавать на турецкое гражданство. То есть сейчас, на данный момент, если вы покупаете недвижимость на сумму 250 тысяч долларов, можно подавать документы на получение турецкого паспорта. Там есть нюансы, я сейчас расскажу о них. И также можно использовать не недвижимость, покупку недвижимости, а вклад в турецком банке, депозитные вклады. Там, получается, сумма должна быть 500 тысяч долларов. Вклад в турецком банке не может быть снят в течение трех лет. И также недвижимость не может быть продана в течение трех лет. То есть в кадастровом управлении на эту недвижимость накладывается ипотека. Вы можете пользоваться, вы можете получать доход с этой недвижимости, сдавать ее в аренду, так же, как вкладом пользоваться, получать проценты по депозитному вкладу, но снять не можете. По недвижимости оплата должна быть официально через банк, на счет продавца. Наличные не принимаются, и такой план оплаты не проходит в этом случае. Собственник должен быть или турецкая фирма, или турецкое физлицо. То есть если на вторичном рынке вы будете покупать виллу за 500 тысяч долларов, будет ее продавать гражданин Германии, то, к сожалению, не получится подать на гражданство. На побережье у нас, вот кто следит за рынком недвижимости, наверное, смотрят, читают по оформлению. Очень много сделок по заниженной стоимости проходят. То есть не каждый продавец будет официально в кадастровом управлении показывать реальную стоимость этой недвижимости. Поэтому надо искать продавца, который максимально реально покажет стоимость этой недвижимости. Это также вот такой основной момент, потому что если продавец или компания не работает под заниженной стоимостью, грубо говоря, вам придется купить недвижимость на 500 тысяч долларов, чтобы она в кадастровом управлении светилась как 250 тысяч долларов. Ну, кто-то более... Вот я как раз даже уточнить хочу, ну, а вот... Насколько за ними? Нет, нет, нет. Вот, условно говоря, из там 100 объектов, которые стоят, ну, дороже там 270-280 тысяч, в реальности, ну, сколько из них по факту окажется... По факту процентов 20. Процентов 20. Большая часть, да, к сожалению, у нас, ну, как бы под эту программу... Да, именно на побережье, на самом деле, вот в Стамбуле там по-другому, там более официально работают строительные компании, то есть они показывают реальную стоимость, на побережье, пока эта лазейка есть, ею все пользуются, потому что это выгодно и покупателю, и продавцу. Покупатель налог меньше платит по переоформлению, и потом ежегодный налог, и продавец, соответственно, налог на прибыль не такую большую платит, поэтому в этом плане тут не все объекты у нас подходят, но, тем не менее, выбрать можно, инвестировать можно. Вот как раз, да, мы пролистали, можно показать... Я покажу вам, скажите, а как происходит все-таки вот этот процесс, сейчас как он происходит, процесс получения гражданства? Да, сейчас... Это уже когда куплен, например. Да, уже когда куплен объект, даже когда люди у нас, которые покупали с целью получения турецкого гражданства, были здесь, находились в Турции, конкретно в Алании или в Анталии, мы старались взять доверенность на юриста, который будет вести их дело по гражданству, потому что там то подпись там нужна будет, то в Анталию поехать, то есть постоянно мы человека будем, вот, скажем так, туда-сюда возить. Там есть текст доверенности, и полностью юрист будет вести это дело. Это не столько дорого стоит, но, тем не менее, как бы человек и может выезжать, заезжать. Для получения гражданства сначала надо получить вид на жительство и комет, и потом мы уже подаем на гражданство. Некоторые документы надо будет в оригинале, то есть для мужа и жены это свидетельство о браке с апостилем, для детей меньше 18 лет это свидетельство о рождении с апостилем, справка о несудимости с апостилем, и также эту сделку проверяет еще отдельно в кадастровом управлении, экспертиза проводится. То есть на самом деле, чтобы не было схемы, что вы купили, грубо говоря, за 50 тысяч евро объект, а решили его показать за 250 тысяч евро. То есть отдельная экспертиза, которая действительно подтверждает, что этот объект, да, по рыночной стоимости на сегодняшний момент столько-то стоит. Чуть-чуть вернусь назад. Господа, я видел вопросы. Слава богу, вот Ольга, коллега... Отвечать успевает. Да, коллега, я просто хочу... Вот смотрите, если мы говорим про покупку недвижимости, это означает, человек может совершить весь процесс, не приезжая в Турцию? Да, все верно. А вот в случае с получением в НЖ или гражданство, все равно в Турции оказаться надо. Вы не можете решить удаленно. Можно удаленно, также понадобится доверенность. Вот мы пропустили этот пункт по доверенности, по сделке. То есть сейчас свидетельство о собственности. Когда мы подписали контракт, выбрали объект, чтобы нам оформить на ваше имя, нужна доверенность. Эта доверенность оформляется в консульстве. Рисков у вас никаких нет. В этой доверенности полностью, во-первых, с переводчиком вы оформляете. Текст доверенности мы вам высылаем. Там будет описано полностью все данные недвижимости, которую мы будем покупать на ваше имя. Также можно прописать отдельные фразы, что эта недвижимость будет куплена без ипотеки, без долгов, без обременений, то есть в чистом виде. И в кадастровом управлении уже без вас по этой доверенности мы покупаем на ваше имя недвижимость в Турции. Есть момент. Первая доверенность должна быть с фотографией. И то, что удобно в Турции, единая система нотариата, то есть сделав в турецком консульстве в Москве, в Санкт-Петербурге или там в Киеве, эту доверенность, ее вы можете использовать даже не пересылать. Вы нам отправляете, грубо говоря, фотокопию этой доверенности. Там есть QR. Да-да-да, был небольшой сбой. Я думаю, сейчас давайте попробуем. По-моему, наладилось. Господа, если что, в чате напишите, потому что со стороны не очень видно. Мне кажется, что все работает уже. Был маленький сбой. Да, немного был сбой. То, что я сказала, мы эту доверенность, вы ее не пересылаете по почте. Оригинал ее мы получаем тут, по этому QR-коду как раз. И вот пример доверенности есть на пятом слайде у нас. Вот так вот, видите, с левой стороны, вот этот QR-код и доверенность на турецком. То есть, в принципе, без разницы, как если бы вы эту доверенность оставили, будучи в Турции у нотариуса, то же самое вы, получается, оставляете в турецком консульстве. Ну, главное, чтобы работало турецкое консульство. На данный момент, ну, вот, три недели назад мы сделку проводили, консульство работало без проблем. Ну, этот вопрос, да, отдельно надо будет уточнить, в зависимости от того, в каком городе кто находится и насколько странно. Да, на самом деле, вот такие сделки мы проводили и до этой ситуации. То есть, онлайн-сделки у нас были и ранее, просто сейчас они стали более актуальны. Вот у нас были клиенты русскоговорящие из Канады, из Америки. И вот это время, там, поездку, получается, одну-две поездки, надо было им прилететь, потратить перелет недешевый, чтобы оформить эту недвижимость, вот эти вот заниматься бюрократическими заморочками, скажем так. А так они сократили себе вот это вот время, и получается, они уже будут сейчас прилетать в готовую, в свою квартиру и тратить время на отдых, на экскурсии, но ни в коем случае не на оформление, ни абонентов, ни топу, ничего остального у них не будет. И вот как раз то, чем мы еще сейчас в это время занимаемся, у нас есть часть клиентов, которые были тут, купили квартиру, но она, может быть, была без мебели, без техники, не обставленная. Также у нас были покупки на этапе строительства, и комплекс уже полностью сдан в эксплуатацию, квартира в чистовой отделке, но без ничего. И мы предлагаем клиентам сейчас, давайте вот время не тратить, мы с вами, с нашим вот послепродажным сервисом, с нашим дизайнером, с вами выберем технику, мебель, посмотрим, на сайтах выберем, на турецких. Мы это все закажем, и вы уже как бы онлайн обставите, скажем так, квартиру, чтобы времени тратить, и уже май, июнь, когда вы сможете приехать, лето вы будете тратить на отдых. Давайте все-таки коснемся тогда, вопрос, значит, связанного с получением гражданства, то, на чем мы с вами прервались, если мы говорим про историю онлайн, как удаленно, как это происходит. То же самое с такой же доверенностью, только текст доверенности более развернутый будет. И такая же доверенность в этом же консульстве на юриста, и там вы прописываете получение и комета, разрешение на ведение вашего дела, получение налогового номера в Турции, получение там всех вот этих вот нюансов, все-все-все в этой доверенности будет прописано, и вы уже, даже получить можно этот паспорт, кстати, процедура занимает примерно 3-4 месяца, но вот у нас клиенты сейчас 6 месяцев. Прошло полгода, но это именно была задержка по документам со стороны нашего клиента, не со стороны турецких органов. А неужто в Турции требуются же никакие личные беседы, некое личное общение? Нет, 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 не требуется знание языка, как, допустим, вот если получать гражданство по замужеству, то идет экзамен, личная беседа, беседуют там с родственниками, проверяют, смотрят, приходят домой, живете ли вы, действительно ли это не фиктивный брак. То есть в этом случае ничего такого не требуется. Потом часто нас спрашивают, закон изменится, не заберут ли наше гражданство потом обратно. Такого нет, то есть вы уже все полноценно становитесь турецким гражданином, пока сами не захотите отказаться от этого гражданства. Потом это дополнительное гражданство, нет требования у Турции, что вы отказываетесь от российского или от украинского гражданства и получаете турецкое. То есть это возможность, грубо говоря, дополнительного паспорта для вас. И многие этим пользуются. Вот если посмотреть на наши семьи, кто воспользовался такой возможностью, большая часть, конечно, это кто планирует на постоянное проживание в Турции. То есть это и детей, и детские садики устроить, это открыть фирму и не получать разрешения на работу, потому что всем иностранцам, которые получают вид на жительство, этот вид на жительство не дает права на работу. А гражданство, конечно, уже легче, никаких разрешений не надо, и вы пользуетесь всеми социальными льготами, как турецкие гражданины в плане медицины и в плане, может быть, дальнейшего получения пенсии турецкой и права голосовать, может быть, если кому-то актуально. Окей. Александра, мы тут давайте немножко Ольгу разгрузим, потому что я вижу, ее просто завалили вопросами. Да, окей. Несколько, может быть, мы бы к ним и попозже вернулись, но давайте все-таки. Возможно ли купить квартиру с гарантией сдачи в аренду, есть ли сейчас такие предложения? Да, вот как раз следующий слайд, давайте мы на него посмотрим. Вот этот вот, да? Вот, для гражданства. Нажал. Ой, нет, нажал. Вот, 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 вот он у нас. Да, обратите внимание на этот проект. Этот проект у нас в Алане, в популярном районе, Махмуд Лары. И сейчас какая вот тенденция идет. Так как все привыкли к турецким отелям, в системе все включено, но такая же система перекладывается на жилые комплексы, только без анимации и без вот этой вот питания все включено. Но бассейны, горки, спа-центры, мини-клубы, закрытые площадки, все это сейчас есть в современных турецких жилых комплексах. И вот этот проект, он как раз у нас подходит для получения гражданства, во-первых, потому что продавец показывает реальную стоимость, полностью все платежи по этому контракту принимает на свой банковский счет, дает гарантию аренды именно для тех клиентов, которые бы хотели воспользоваться такой услугой. Это 6% годовых на 3 года. Заключается контракт с управляющей компанией. Александр, уточнить просто хочу. Значит, смотрите, вот написано, недвижимость от 51 тысячи евро. Ну, 51 тысяча, это какой-то, видимо, базовый, минимальный. Это, да, стоимость квартиры 1 плюс 1 на первом этаже. Окей, значит, ну, условно там, понятно, есть много, но там покупай 5 таких квартир, я имею право. Единственный важный момент, у вас здесь написано цена 51 тысяча евро. Ну, там умножаем на 5, понятно, получается больше, чем до 250 тысяч. Но, насколько я понимаю, ведь оформление будет происходить не в зоне евро, и, соответственно, тут нужно немножечко... Да, по курсам. Ну, по курсу идет. По курсу у нас банка на день сделки. Ну да, то есть, соответственно, лучше в этом смысле не рисковать, то есть купить все-таки чуть подороже, хотя бы на 260, на 270, чтобы курс в тот день не скакнул вниз. Да, да, конечно, чтобы чуть-чуть больше запас будет, ну, 260, 270, потому что еще и курс будет, и еще оценка, то есть оценка тоже важна, насколько, чтобы вот это вот подтвердили у вас, что на самом деле эта недвижимость столько стоит. Немного больше, немного больше, то есть лучше не идти впритык на там 240, 250 не покупать, плюс-минус чуть-чуть больше лучше. Правильно ли я понимаю, что тот пример, который вы приводите, вот здесь реальная цена и кадастровая, это, по сути, ну, очень низкая величина. Да, все верно, то есть нет такой разницы большой по тому, как показывает застройщик, и что есть на самом деле. В этом проекте... Простите, я просто тут вопрос, Алексея, может быть, если я правильно говорю по этому проекту, аренда только на летние месяцы или круглогодичные, или имеется в виду просто вот на весь год? На весь год. На весь год составляется контракт аренды, но вы можете не пользоваться вот такой услугой гарантированной аренды от строительной компании или от управляющей компании. Наша компания также предлагает вам условия. Мы не даем, да, мы не даем гарантию, но по нашему опыту, вот по прошлому сезону, 2019, у нас 7-10% в зависимости от квартиры собственники могли получать от своей недвижимости. А в какой валюте? В какой валюте? Евро. Это евро. Но там, конечно, есть условия, то есть практически весь сезон у нас должен быть свободен, то есть собственник, если для себя какие-то даты оставляет, это обговаривается заранее, это чаще всего не сезон, то есть такого нам трудно будет получить какую-то большую прибыль, если полностью весь сезон у нас собственник займет. Понятно. Хорошо. Также возможно на круглый год сдавать. На круглый год, конечно, больше пользуются популярностью недвижимость в центре города, также коммерческие помещения, вот, поэтому от 5% и выше в зависимости от проекта недвижимость Турция вам может приносить. И плюс стоит учитывать тот фактор, что сама по себе эта недвижимость показывает стабильно положительные показатели роста. Окей. Про стабильно положительные показатели роста мы чуть позже об этом обязательно сейчас с вами поговорим. А давайте вот мы про гражданство сказали в двух словах, просто про получение ВНЖ, поскольку я понимаю, что просто исходя из хотя бы стоимости, да, гражданства ВНЖ, все-таки ВНЖ история более популярная. Да, более популярная, более приемлемая, вы знаете, то есть в Турции нет каких-то ограничений на сумму приобретения недвижимости для получения и кометы, и кометы так называются у нас вид на жительство. То есть даже до этого момента у нас для граждан Украины, Казахстана, России возможно было взять квартиру в долгосрочную аренду, нотариальный контракт аренды сделать и подавать документы в миграционную службу, получать на год ВНЖ, потом его продлевать. Сейчас для граждан России, для граждан Европы это осталось, но для граждан Казахстана, Украины и ряда других стран необходимо купить недвижимость, чтобы приобрести вид на жительство. Можете купить на 20, на 30, на 40 тысяч евро, без разницы, на это никто не смотрит. Главное, чтобы у вас было ТАПУ, свидетельство о собственности. Никаких проблем нет, процедура очень легкая, то есть мы с этим помогаем, оформляем. Ну что, очень легкая, давайте все-таки так, очень легкая, это такой приятный эпитет, но очень легкая это как, а то очень легкая. Может, ничего не легкая, как говорится. Да, у нас даже некоторые клиенты пользуются нашей помощью, также есть специальные агентства, которые помогают в оформлении вида на жительство, ну а чаще всего, если кто начинает тут жить, несколько лет проходит, они всем этим сами занимаются. Сначала на сайте миграционной службы надо заполнить анкету, то есть там прям вот вы заполняете, и это онлайн идет анкета, вам назначают дату рандеву, дату встречи, на которую вам надо прийти в миграционную службу и перенести все эти документы. Список документов есть, и уже в зависимости, на кого ВНЖ оформляется, этот список документов будет меняться. То есть также для детей это с апостелем свидетельство о рождении, для мужа и жены это свидетельство о браке с апостелем, налоговый номер, фотографии, ТАПУ или контракт аренды, в зависимости цель получения. И также вот у нас ввели то, что обязательно это оформление медицинской страховки для получения вида на жительство. На самом деле это удобно, так как медицина не страховая, очень дорогая в Турции, поэтому если вы собираетесь тут жить, страховка в любом случае вам понадобится. Но как вы сказали, собственно, вот все это, по сути, можно сделать и удаленно, да? То есть вот... Да, конечно, удаленно. То есть вы можете получить и таким способом. Да, все верно, но потом на вот эту встречу, когда в миграционную службу надо прийти лично, или доверенность должна быть вот такая с консульства, на то, чтобы, да, кто этот человек будет получать вид на жительство вместо вас. Ну, то есть я предполагаю, что сейчас есть объективная трудность с работой консульств и посольств. Я также это предполагаю, потому что консульство сейчас будет работать для своих граждан, находящихся на территории другого государства. То есть для иностранцев будет, думаю, меньше. Поэтому тут придется немного подождать. В этом плане, кто у нас покупает объекты на этапе строительства, конечно, чуть-чуть проще, потому что получение ТАПУ, сама сделка будет немного уже переноситься на тот период, когда все органы будут работать в нормальном полноценном режиме. Ну, вот открыл следующий кадр, как некая... Да, то, что я хотела рассказать, мы говорим об Алане, о таком райском уголке на Средиземном море. Алане сейчас у всех на ушах. Пляжи, господи, сейчас выглядело. Клеопатр. У меня какая же она афродита, это же Клеопатр. Почему сейчас вот так вот Алане? В Алане такое очень хорошее сочетание. Вам этот город может подойти и для постоянного проживания, и для отдыха. Для постоянного проживания у нас есть вся инфраструктура. Больницы, садики, школы, русская школа. Большое количество иностранцев, большое количество русскоговорящих, и поэтому вам комфортно. То, что для отдыха, конечно, у нас вся недвижимость, она растянута по побережью и получается довольно близко к морю. То есть 500 метров, 800 – это уже даже, ну так, далековато от моря. То есть 5 минут, 2 минуты, 3 минуты, и вы на пляже. Пляжи хорошие, песчаные, ну и также много зелени. Иногда вот про Аланию мы слышим в турагентстве, ой, у вас нет зелени. Очень красивые места, и, конечно, всю непопулярную нетуристическую Турцию можно тут посмотреть. Еще раз отвечу Александру, но вопрос Виктора ответит Ольга, а Александру скажу, да, безусловно, запись вебинара мы пришлем всем, кто зарегистрировался, и завтра вебинар будет уже выложен и на канале YouTube при Ановском, и будет выложен в материале отдельном, специальном, вместе с кратким отчетом, потому что, естественно, весь наш диалог мы пересказать не сможем. А вот, между прочим, я знаю, вот там вот еще и фуникулерчик, он чуть-чуть левее должен быть. Да, на самом деле министр иностранных дел Турции, он сам аланец, и, может быть, это как-то сказывается на то, что у нас очень многие проекты быстро одобряются, быстро внедряются, то есть сказали, пусть им фуникулер на крепость, сделали. Каждый месяц вот в каком-то районе города открывала мэрия новый парк, новую детскую площадку, то есть на самом деле, кто у нас не был в Турции и в Алании, там, несколько лет, все приезжают, они в шоке, насколько вот город развивается и насколько все красиво видно, на что идут. Александр, давайте теперь все-таки поговорим о таком вопросе, как о ценах и просто о конкретных предложениях. Все-таки все выяснили уже, кажется, по всему миру, включая тех президентов, которые до последнего времени во все это верить не хотели, что коронавирус – это не шутка, что действительно серьезные проблемы есть. То есть рынок на какое-то время, если не встал, то ход свой сильно замедлил. Давайте реально подумаем, а что же все-таки сейчас происходит. Ну, Лилия, скажите нам, что же сейчас происходит с ценами, с предложениями, ну, по крайней мере, на текущий момент. Ну, на текущий день, конечно, каких-то долгосрочных прогнозов или прогнозов из серии «я знаю, что будет так», мы, конечно, не сможем делать, потому что настолько сейчас неопределенная ситуация, насколько эта неопределенная ситуация продлится и насколько она заденет глубоко экономики всех других стран, нам неизвестно. То есть если, конечно, мы рассматриваем хороший исход, то, что в июне у нас все открывается, все начинает работать, функционировать, то больших, конечно, понижений каких-то на рынке недвижимости по ценам мы не прогнозируем. Есть несколько причин. Я когда на самом деле готовилась к вебинару, и вообще мы с коллегами анализировали ситуацию, общались со строительными компаниями, думали, что сейчас очень многие застройщики поставят на паузу новые проекты, то есть старые стройки, понятное дело, сейчас все активно идут, все работает, все сроки, никаких задержек по срокам не будет, но новые проекты, скорее всего, мы так предполагали, на рынке не будут появляться. И вот только буквально мы это думали, на прошлой неделе у нас только в Алании четыре новых проекта. В Махмутларе, на пляже Клеопатры, виллы в Каргаджаке пришли, мы поставили на сайт, то есть абсолютно новый проект, застройщик его в сроки ставит и планирует воплощать. Не могу не спросить, простите, на пляже Клеопатры это как? Там же, в общем, места особых нет, где строить. Да, ну, есть еще места на пляже Клеопатры, какой вариант? Или снести старый апарт-отель, что большая часть и делает, или комплексы, которым 30-40 лет, которых уже и так идут под сносы, и строительная компания договаривается с собственниками этого дома о том, что мы вам построим новый дом, часть квартир будет принадлежать нашей строительной компании за это. То есть вот такие схемы также работают, поэтому, да, свободных участков, просто пустых участков в этом районе нет. О пляже Клеопатры могу чуть-чуть попозже рассказать, потому что я именно проекты приготовила, такие интересные, инвестиционные, именно в этом районе. Хорошо, а по ценам... Александр, все-таки уточнить, если мы говорим о цене, вы не ожидаете снижения, а вот сейчас-то вы фиксируете, может быть, исходя из запросов продавцов, которые стали частных, которые чуть активнее стали к вам обращаться, или пока ничего такого вообще нет? Как вообще частные продавцы себя везут? Мне кажется, сейчас промежуток времени очень небольшой прошел, чтобы как-то изменилось поведение продавцов. Может быть, когда все, если это затянется, какие-то будут изменения, то сейчас на самом деле все выжидают. Понятное дело, что на рынке срочные продажи могут появляться, но они были и до этого. То есть у людей разные ситуации, могут быть срочно нужны деньги, и такие предложения и будут выскакивать, и выскакивали раньше. Но, в принципе, вот эти срочные продажи, они какого-то большого влияния на общую динамику цен по недвижимости в Турции не будут иметь места. Вот сейчас то, что мы видим, вот по статистике даже за последние месяцы, во-первых, в Турции очень сильный внутренний рынок недвижимости. То есть сделок на внутреннем рынке очень много проходит. Я специально посмотрела, за первые два месяца, январь-февраль 2020 года, сделок по недвижимости всего по Турции прошло больше, чем за первое полугодие 2019 года. С чем это связано? То есть в Турции снизили процент по ипотечным кредитам, и, соответственно, это стимулировало спрос, более доступные кредиты для турецких граждан, граждан, увеличивало и продажи недвижимости. Вот этот вот фактор также стоит иметь. То есть, в принципе, всего часть сделок идут для иностранцев, а большая часть – это все равно внутренний рынок. Далее в Турции… Да. Да, пожалуйста, продолжайте. Далее в Турции в основном все свои материалы, начиная с бетона, арматуры, заканчивая отделкой, кафелем, бытовой техники, очень мало зависимости от импорта таких стройматериалов. Все это внутреннее производство и мало зависимости от курса, изменений курса валют в этом плане. Все задействованы, то есть эти сферы строительства, оно, соответственно, и производство задействует. Все взаимосвязано, и никому, скажем так, невыгодно, чтобы сейчас обрушился рынок недвижимости, который потянет за собой спад большой производства и всего остального. И еще такой момент, который я хотела сказать, Турция и так на этот момент, она и так привлекает, вот почему у нас так много запросов, переездов, покупок, объема сделок, соотношение цена и качество и так в Турции хорошее по сравнению с другими, может быть, странами, конкурентами на том же Средиземном море. То есть уже, скажем так, ниже падать вряд ли есть какой-то порог. Ну, справедливости ради дана рассказать, что вы сказали интересную историю про первые два месяца 2020 года, я вот этой цифры не видел, но я помню, в 2019 году-то как раз лира упала, проблемы были довольно серьезные, и как раз иностранцы покупали, а турки-то нет. Да, еще вот хотела сказать тоже пункт насчет цен на недвижимость, что очень сильно на рынок влияют внутренние факторы, а не внешние. Вот в 2016 году у нас проблема была с Россией, то есть очень мало покупателей было вообще и с Россией, и даже и другие, скажем так, испугались, не брали. Но, тем не менее, цены росли. А вот когда лира упала в 2018 году, это было лето и осень, цены упали в реальном. То есть понижение лиры больше имело негативное последствие, чем проблема с Россией на общую картину на рынке. То есть у нас больше внутренние факторы экономические будут влиять на стоимость недвижимости, чем внешние. Скажите, пожалуйста, по поводу ипотеки, раз уж мы заговорили, какая сейчас ситуация с ипотекой, или все-таки только на рассрочку лучше претендовать, а с ипотекой сейчас не сходить? Без проблем. То есть есть у нас банки, которые очень активно с иностранцами сотрудничают. По ставкам трудно сказать, потому что зависит от суммы кредита, от срока кредита, от 6% в год в евро и выше в зависимости от срока и суммы. Очень много сделок у нас с ипотекой проходит, поэтому без проблем сейчас. Кстати, вот сейчас меры турецкого правительства, но они больше касались, конечно, именно жителей Турции, то, что отсрочка по кредитам идет. И даже некоторые наши покупатели нам позвонили, которые покупали в кредит, возможно ли поговорить с банком о небольшой отсрочке по кредитным выплатам. И банк Кувейтсюрк, например, турецкий, он пошел навстречу, там заполняются анкеты и рассматривают вот на несколько месяцев отсрочку по кредитам. Господи, бальзам на наши душевные раны. Александра, давайте теперь коснемся тогда вопроса конкретных примеров, то, что вы приготовили. Я здесь просто листаю кадры, вы комментируете, рассказываете, и такие дополнительные вопросы. Друзья, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте сейчас самое время. Итак, вот вижу. Да, новинка. Как я сказала, когда мы готовились к вебинару, да, я думала, и вообще, когда эта ситуация началась, начала активно развиваться и усугубляться, планировали, что ничего нового не будет. И вот один из проектов, который буквально на днях нам пришел в базу, это район Кестель, малоэтажное строительство, первая береговая линия. То есть комплекс будет состоять из двух блоков. Первый блок прямо непосредственно у моря, как вы видите на картинке. Второй блок, чуть-чуть дальше, можно сказать, вторая линия. Впереди этого сбоку комплекса вы видите парк большой городской. И если пройтись 500 метров от этого комплекса вверх, то там как раз расположена у нас русская школа. Все магазины, супермаркеты, все рядом. И прайс-лист сейчас, это начальная стадия строительства, это от 65 тысяч евро. Квартира 1 плюс 1, общий метраж 46 квадратных метров. Хочу также такую тенденцию вот заметить, то что у нас в начале 2020 года приходили новые проекты от строительных компаний, начали, конечно, уменьшать площадь квартиры. Так как земельные участки дорогие, чтобы больше, скажем так, именно квартир в проекте было, вот в основном, и при этом, чтобы стоимость недвижимости не повышалась, во всех новых проектах квартиры, конечно, уже все меньше и меньше. То есть если у нас стандарт по Алане, по Турции, 1 плюс 1 это всегда 55-65 квадратных метров общая площадь, именно то сейчас проекты приходят 1 плюс 1 и 38 квадратных метров общая площадь, и 45, и 46, то есть до 50 квадратных метров. То есть это как раз вот один из примеров того, что у нас появилась новая идея. А вот 2 плюс 1 сразу спрашивают. 2 плюс 1 мне надо смотреть прайс-лист, по-моему, там зависит от блока и от вида. Сразу хочу сказать, то что вот если фронтальную сторону мы возьмем с видом на море, практически в два раза дороже, чем вид на север, где море у вас будет только с балкона. Насколько вот отличаются все-таки вот эти видовые характеристики. То есть вы можете оставить, кто спрашивает, или контакты, мы прям детальный прайс-лист и более подробную информацию уже сможем выслать по конкретно этому проекту. Думаю, самое время сейчас просто разместить контакты компании, чтобы можно было связаться, чтобы каждый желающий мог связаться с... Да, так как на самом деле очень много проектов и первичный рынок, и предложений очень интересных на вторичном рынке у нас очень много, поэтому лучше всего, конечно, связаться более подробно мы вышлем. Следующий слайд, да, это все-таки для тех участников вебинара, которые зарегистрировались, и, как я говорила, будут бонусы. Со своими партнерами мы разработали ряд бонусных программ на какие-то определенные объекты. То есть эти программы будут действовать только два месяца, и как раз, скажем так, это шанс и момент для тех, кто хотел бы сейчас инвестировать, приобрести, потому что с теми же нашими партнерами, застройщиками, продавцами мы общаемся. Все говорят, что если в июне к нам поедут и все откроется, то поедут еще больше, чем было до этого. И, конечно, когда продавцы будут чувствовать этот спрос на какие-то уступки, скидки, бонусы, они уже не так лояльно будут подходить к этому вопросу, как сейчас, возможно, это получить. И вот 10% скидка у нас сейчас от официального прайс-листа на этот проект, это центр города, это новые квартиры. Там остались квартиры у нас 2 плюс 1 и 3 плюс 1, именно пентхаусами двухуровневые на последних этажах. Вы сразу выходите, это прогулочная набережная наша, это пляжки Кубата песчаные, полностью чистовая отделка, квартиры продаются без мебели, без техники, но, тем не менее, стоимость очень хорошая, 93 500 тысяч евро, это начальная стоимость на эти квартиры, вы отнимете 10% для центра Аланьи, прекрасный вариант, учитывая, что это и для отдыха, и для сдачи в аренду пойдет. Окей, смотрим дальше. И также еще один вариант, который приготовила этап строительства пляж Клеопатры, наш знаменитый. Чаще всего вот этот вариант, он покупали его люди с целью последующей сдачи в аренду или с целью перепродажи, и также на те квартиры, которые у нас там остались, осталось, честно скажу, их немного, потому что, в принципе, в таких комплексах, в этих комплексах, их обычно около 16-20 всего в доме, 10% скидка квартиры, начальный прайс сейчас 74 тысячи евро, это квартиры 55 квадратных метров, полноценные, скажем так, 1 плюс 1 и всего 250 метров к пляжу Клеопатры, к нашему знаменитому. Я правильно понимаю, что вот этот проект конкретный, он еще только на стадии строительства, или это уже кто готов? Все верно, этот проект конкретно на стадии строительства, но уже началось строительство каркаса и было повышение цен. Ну, а срок завершения, оно, по крайней мере, ориентируется, это следующее? Через год. Да, через год. Чаще всего вот средний срок строительства на побережье 18 месяцев. Но такого плана комплексы небольшие по территории, бутик-комплексы мы их называем в среднем год. Александр, давайте просто еще тогда, ну, раз такую, знаете, базовую программу, обязательную программу, выражаясь терминами футбольного, фигурного катания, мы так с вами совершили, давайте по произвольной, да? Значит, вот последние данные показывают о том, что в прошлом году недвижимость в Турции подорожала примерно на 10-12%, но подорожала она в лирах. Как прокомментируете и что такое лира относительно, ну, по крайней мере, доллара и евро сегодня, особенно в последние месяцы? Да, то есть есть статистика по Турции, есть номинальный рост цен, то есть в лирах есть реальный рост цен, который учитывает уровень инфляции. Но, тем не менее, вот, допустим, в 2015 год номинальный рост цен 16%, далее в 2018 номинальный рост цен 6%, реальный минус 16% было. Это вот как раз, когда у нас лира упала. Сейчас, в 2019 год, 12% номинальный рост цен был, поэтому это, в принципе, статистика по всей Турции, по конкретно разным городам, там уже свои статистические данные. Но хочу отметить тот факт, из-за того, что конкретно на побережье, как я уже говорила, сделки проходят по заниженной стоимости, отследить реальную статистику очень тяжело, потому что 80% это не те цифры, которые есть на самом деле на рынке. Поэтому тут чуть-чуть в этом плане тяжелее, но если смотреть общую статистику, то есть Турция вот так вот по прямой, по прямой идет, конечно, вот когда лира падала, были какие-то динамика вниз. Ну, турецкий рынок, он же вообще, если говорить о графике цен, он такой рост-рост, потом бумс, упали, потом рост-рост, бумс, упали. Причем растем долго и постепенно, а падаем очень коротко, но значительно. Вы знаете, да, и вот сейчас за последние два месяца вот я график смотрела, вот все вот так вот вверх, но как сейчас будет, что дальше, покажет время. То есть, конечно, какие-то... Что вы видели в начале этого года? Ну, мы там с коллегами наблюдали значительный спрос, значительный спрос на турецкую недвижимость, и, собственно, весь 2019-й, и по большому счету первые-то два месяца были очень вкусные. Шикарно. Во-первых, начнем с того, что 2019 год, туристический сезон у нас прошел очень хорошо, то есть рекордное количество туристов Анталию посетило. У нас практически все наши квартиры, которые мы сдаем в аренду, были заполнены в 2019 году. С апреля по ноябрь сезон идет. Вот, конечно, заявок очень много было, новых проектов интересных появилось. И вот в начале февраль, январь прям и цены хорошие, и проектов много, и продажи очень хорошо шли, поэтому все было очень-очень хорошо. Конечно, вот сейчас в процессе всего ожидания, мы посмотрим, у нас довольно положительные и оптимистичные взгляды. То есть Турция все равно привлекает очень много, плюсов очень много, и как бы перебить все эти плюсы будет сложно. Перед тем, как задать следующий вопрос, несколько буквально объявлений. Во-первых, я призываю вас задавать, уважаемые зрители, вопросы, которые есть в Александре. Сейчас уже можно задавать их, наверное, ближе к концу вебинара. Они могут касаться не только, собственно, вопросов, связанных с недвижимостью. Перед вами человек, который является экспертом по турецкому рынку, по турецкой жизни в принципе. Я более 15 лет живу в Турции, уже у меня турецкое гражданство, у меня дети тут учатся. Кстати, в русской школе учатся, нет? В турецкой, но, допустим, в турецкой школе у нас из 20 детей 8 русскоговорящих в классе. Это не секрет, это платная школа? Да, это платная частная школа. Нам удобно, так как дополнительно вы не покупаете уроки или репетитора по английскому, по театру, музыке, все-все в этой школе идет. Поэтому очень довольна, и система обучения нравится. И, кстати, вот очень многим клиентам, которые, получается, у нас на ПМЖ приезжают, мы помогаем и в детский садик, и в турецкие школы устроить деток. В этом году русская школа в Кистеле была переполнена, полностью заполнена. Она сама по себе небольшая, и вот они уже не набирали детей больше. Перед тем, как задать следующий вопрос, ужасно личного характера, хочу попросить сделать небольшой анонс. Мы, значит, еще раз, как я говорю, завтра мы опубликуем материал и опубликуем видео с нашего вебинара. Завтра же будет у нас еще один вебинар по шести сразу странам. Мы сейчас ссылочку скинем. И в пятницу у нас будет еще один вебинар, он будет посвящен Карибам. В следующий понедельник у нас будет вебинар по Португалии. В общем, сейчас ссылочки на все эти вебинары вы тоже получите. А вопрос-то у меня вот какой к вам, Александра. Уж совсем-совсем личного характера вы сказали о вот этой школе. Сколько стоит обучение в школе сейчас? Сейчас я вам скажу 25 тысяч турецких лир. И можете перевести, мне в лирах легче ориентироваться, на 7 делить. Это будет евро. Три с половиной. Да, дополнительно учебники, набор учебников, форма. И кто хочет, пользуется также сервисом. Вообще в Турции не очень принято, что дети пешком ходят в школу. Даже в государственных школах есть сервис автобуса, который детвору привозят в школу и обратно домой. Но мы не пользуемся, школа близко, поэтому мы или возим, или сами. Три с половиной тысячи евро, это школа, она вот в год, это, ну, какое время, то есть это со скольки до скольки ниши? Да, до 15.30. В младших классах там завтрак и обед. Сейчас у меня дочка в средней школе, это пятый класс. Там обед и полудник есть у них. Ну, практически весь день дальше она остается на спортивной секции. Ребенок в школе в совершенстве говорит на двух языках. Турецкий, русский и плюс английский. Он уже вообще тут не считается как иностранным языком. То есть даже в этой школе, в которой учится у меня дочка Бахчи-Шихир, большая часть уроков на английском языке. Окей, пошли вопросы. Самая оптимальная страховка для оформления комета на два года, если... Там, вы знаете, во-первых, зависит от возраста. То есть чем ближе вы к порогу 65 лет, тем это удовольствие будет для вас подороже стоить. И после 65 лет страховка не оформляется, она не является обязательной. ВНЖ можно получить уже без страховки для этих граждан. И вы можете выбрать. Со страховой компанией мы советуемся, потому что та страховка, которая для получения вида на жительство, она минимальная. То есть она покрывает какие-то вот тяжелые случаи, как по-русски это сказать, когда вы именно попадаете в больницу, уже проходите лечение, лежите в больнице. Но там поход к врачу, терапевт, голова болит, она может не покрывать. Поэтому для тех, кто все-таки планирует тут постоянно находиться, мы советуем другую страховку оформлять. Уже более ту, которая будет подороже, но тем не менее она будет покрывать и лечение простое в плане там прийти к доктору, консультацию, получить анализы, сдать и все остальное. Кстати, также еще есть государственная страховка с ЭГК. Иностранцы также могут эту страховку оформить после года получения вида на жительство. Она покрывает большую часть по лечению в государственных больницах. В частных также около 70% будет СЭГК покрывать. И она распространяется на всех членов семьи. Следующий вопрос. Есть ли возможность трудоустройства в агентстве недвижимости и опыт вашей работы на Украине? Как вы в Украине сейчас работаете? Вы знаете, смотрите, вот по работе у нас настолько много запросов, вопросов. Я даже в свое время думала, наверное, открыть какое-то агентство по трудоустройству в Турции. Настолько это популярно. Как я уже сказала, вид на жительство, он не дает права на работу. Стоит иметь в виду то, что Турция довольно молодая страна, молодая нация. И турецкое государство в первую очередь заинтересовано в их трудоустройстве, а не нас как иностранцев. Работодатель должен обязательно оформлять разрешение на работу для своего персонала. Без разрешения на работу, конечно, я вам не советую работать, потому что это депортация, и никто не будет смотреть на вашу недвижимость, ненедвижимость. Это сразу могут быть проблемы. Поэтому сейчас с этим строго. Поэтому все иностранцы оформляют, обязаны оформлять разрешение на работу. Но насколько сложно это? Вроде как не должно быть очень сложно, особенно в таких сферах, как туризм или, ну, скажем, продажа недвижимости. Понятно, зависит от квалификации человека. В туризме в этом плане вообще легко, потому что набирают вот молодежь на гастрелейшн, на трансферные гиды. И туроператоры крупные, они оформляют это разрешение на работу. Весь персонал у них работает официально. С агентствами недвижимости и другие сектора тут немного сложнее. То есть вот по опыту даже нашей компании могу сказать, мы отправляли несколько заявок на наших сотрудников на оформление вида на жительство, рабочего разрешения, и приходили отказы несколько раз. Вот в следующий раз отправляли, опять с адвокатом решали, получали разрешение на работу. Но без разрешения, как я уже сказала, работать нет смысла. Но работодатель, не все работодатели будут вот так вот сразу оформлять вам разрешение на работу. Как я сказала, это очень сложно для работодателя. Поэтому работодатель должен быть уверен, что действительно этот сотрудник ему просто необходим. Вот в сфере, может быть, туризма с этим легче, потому что, ну, вы можете приехать, подучить немножко турецкий, прослушать семинары по работе и приступать к работе. А в сфере недвижимости не все так просто, даже без турецкого языка довольно сложно. То есть надо и все нюансы в законодательстве, в документах, знать идеально город, районы, общую информацию по Турции иметь. То есть, конечно, просто так вот так приехать и начинать работать тяжело. И иногда у нас пишут, что вот мы, допустим, в Казахстане в сфере недвижимости хотим к вам приехать риэлторами. У нас совершенно другое законодательство, у нас другая практика, другие схемы, там, нотариусы вообще у нас сделки не проводят, а проводят кадастровое управление. В ТАПУ, в свидетельстве о собственности, вы не увидите ни площадь квартиры, ни адреса квартиры, а только кадастровые данные. То есть вот нюансов на самом деле очень много, поэтому это абсолютно, скажем так, другая страна и свои законы вот так вот сразу приехать, мне кажется, тяжело. Александра, конечно, вопрос работы, чувствую, зацепил за живое наших зрителей. Вопрос к косметологам, по IT-специалистам. Вопрос в чем? Вот какие специалисты могут быть сейчас реально востребованы, по вашим ощущениям? По нашим ощущениям, конечно, IT-специалисты востребованы, потому что это больше удаленная работа, и проконтролировать, скажем так, реально ли это, легально, нелегально, официально или неофициально сотрудник работает уже более тяжело. IT-видео, по съемке видео, видеомонтаж, это сейчас, мне кажется, вообще бум на Ютубе, поэтому с этим точно не будет проблемой, если вы этим занимаетесь. По сфере красоты, да, в этом плане, особенно вот в Турции, для мужчин много всего есть, вот берберы, это парикмахеры и салоны всяких, а в плане женщин мы привыкли в России, в Украине, это на каждом углу, а здесь не на каждом углу, и специалистов, соответственно, не так уж много. Наши специалисты в этом плане ценятся, но также вопрос об официальном трудоустройстве, сейчас даже по соцсетям у нас запретили какая-то реклама. То есть своих услуг, не дай бог тебя на этом поймают, та же депортация. Поэтому тут уже, если приезжать, то надо официально или с турецким партнером начинать какой-то бизнес и все это оформлять, или идти к кому-то работать, и этот кто-то должен оформлять разрешение на работу. Ваша коллега, Ольга, ответила, но все равно давайте еще разочек несколько по процедуре оценки. Необходимо привлекать оценщика квартиры при покупке. Как это технически делается, кто за это отвечает, и как вообще вся эта процедура происходит? Это вот новинку у нас ввели буквально недавно, раньше такого не было. То есть, мне кажется, это первый шаг к тому, чтобы сделки проходили по официальной стоимости. Как они есть, так и есть. Но на данный момент на всех сделках необходима экспертная оценка недвижимости. И вот эта оценка, она прикладывается в папку документов в кадастровое управление и там хранится. Но у нас нет еще обязанности, скажем так, у продавца показывать вот то, что эксперт показал это. То есть, эксперт оценил эту квартиру на 50 тысяч евро, а я говорю, что я ее продаю за 30 тысяч евро. И сделка проходит по 30 тысяч евро, а не 50 тысяч евро. Но, тем не менее, тысячу турецких лир сейчас стоит эта оценка. Это заказываем мы, компания. То есть, мы полностью ведем, собираем весь пакет документов. Но переоформление это дополнительно оплачивает покупатели. И как раз экспертная оценка входит в эту оплату. Налог 4% от стоимости недвижимости, от стоимости, указанной продавцом. Экспертная оценка, услуги переводчика. Если доверенности вы сделку онлайн проводите, то за переводчика, соответственно, вы не платите. Потому что мы будем, как турецкие граждане, присутствовать на сделке. Дальше взнос в кадастровое управление ДНР-Сермания. И, ну, в принципе, там фотография, ДАСК, налог, это уже не так принципиально. Если говорить о суммах, то примерно квартиру 1 плюс 1 в Алане переоформить, это где-то 1500 евро. Квартира 2 плюс 1, оформление 2 тысячи, 3 тысячи. И вот уже будет зависеть от того, насколько официально работает продавец, и насколько он показывает полную сумму. Ну, напомню, ту цифру, которую вы сказали, примерно 20% объектов, да, они, ну, более-менее по цене похожи. Это кадастровая стоимость. И, ну, некоторые продавцы на самом деле ни в коем случае не собираются, даже не понимают, что они могут потерять покупателя, который хочет претендовать при покупке недвижимости на гражданство, но все равно показывать полную стоимость не собираются. Ну, просто потому что они в этом случае потеряют по деньгам. Да, 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 все верно. Окей, дорогие друзья, ну вот час 20 мы практически общаемся, я думаю, на значительную часть вопросов мы ответили, наверняка на все ответить не сможем, но мы обязательно, я думаю, с Александром еще раз встретимся, у школы интерес такой сногсшибательный прямо сегодня у нас к вебинару. Хорошо, давайте поступим следующим образом. Так, вот вопрос, на этот вопрос обязательно ответим. Прилетая в мае, есть ли вообще процедуры карантина, если все-таки те, кто прилетают, как они сейчас? Да, вот власти Турции, они сделали объявление и также в соцсетях российское консульство, я смотрю, сделало объявление, что иностранцы должны абсолютно соблюдать правила и условия карантина, как и турецкие граждане. То есть, извините, я иностранец и пошел с ребенком гулять в парк, сейчас это не получится и будет точно такой же штрафа, как и для местных жителей. Но сейчас в этом плане вполне возможно, конечно, да, что если вы в мае прилетите и у нас все это, еще меры будут продолжаться, что 14 дней вам не разрешат выходить на улицу. А за продуктами-то, за продуктами-то как в этом случае ходить? Как решают вопрос? У нас сразу все начали ориентироваться и мы перешли с вами в онлайн и также турецкие продавцы перешли в онлайн. Мигрос, у нас сеть супермаркетов, есть приложение и на этом приложении прямо можно все заказать, выбрать, оплатить кредитной карточкой и также не только турецкой, а и российской. И в определенное время будет доставка по адресу. Если я сегодня закажу, если я сегодня закажу, к маю доставят? Доставят, доставят. Ну, нет, а я не пишу, у нас вот как бы далеко не все конторы работают столь оперативно. Нет, вот я с подругой общалась, с соседкой, я не пользуюсь такой услугой, то есть все равно мне надо пойти в магазин, посмотреть, выбрать. Она постоянно заказывает, вечером заказывает на 10 утра следующего дня и приносит. Ну, вот уточнение у нашей зрительницы, то есть вот никуда в больницу отправлять человека, полетевшего не будет? Нет, нет. Именно дома сидишь? Да, то есть это, конечно, на вашей личной ответственности, это уже дома необходимо, там, где вы будете, или в квартире, или если будут работать отели, то есть там находиться. Дорогие друзья, ну и перед тем, как Александр будет уже говорить такое финальное слово, давайте подведем небольшой итог. Во-первых, обязательно давайте еще разочек контакты компании Атаберка Стейт опубликуем, чтобы те, кто хочет обратиться сразу по итогам вебинара, есть какие-то вопросы дополнительные, по горячим следам, думаю, это самое убедительное. Пожалуйста, звоните, вот контакты компании Атаберка Стейт перед вами. Значит, ну, давайте тогда просто в двух словах ваш монолог, просто подведем итог, что делаем удаленно, чего не делаем удаленно, как Турция живет, и чуть-чуть про ВНЖ, про гражданство и про динамику цен, попробуем там в три минуты уложить все, на что потратили полтора часа до этого. Итак, карантин сейчас есть принципом карантина, соблюдаем все правила, но тем не менее жизнь не останавливается, основные все госорганы работают, поэтому продолжаем жить и работать, чаще всего не выходя из дома, но тем не менее. Сделки онлайн проводим, выбираем, смотрим, чтобы оформить, будет зависеть от работы консульства. Тут гарантию дать не могу, но если консульство работает, без проблем получаем доверенность, ТАПУ оформляем, свидетельство о собственности оформляем, вы становитесь собственником недвижимости в Турции. Если время у вас есть, можно не торопиться, можно сейчас использовать это время для того, чтобы выбраться, и если выбрали, может быть, начинать обставлять эту квартиру, заниматься послепродажными какими-то хлопотами. Предложения на рынке интересные, сейчас время как раз, когда можно словить, как говорят у предпринимателей, продавай, когда покупают, покупай, когда продают. Сейчас можно воспользоваться и рассрочками, которые продавцы могут дать, и бонусами, и небольшими скидочками, потому что, когда это все наладится, опять пойдет вверх тенденция, то есть уже не такие лояльные условия будут, как сейчас на сегодняшний день. Ну и, конечно, всем здоровья желаю, это сейчас самое главное, я надеюсь, у всех все будет хорошо, в этом плане Турция, она молодец, вот я лично, мне импонируют вот эти такие меры, которые она сейчас ввела, чтобы это все у нас не распространялось, максимально быстро закончилось, и, как Эрдуан сказал, чтобы мы вышли с этой ситуацией с минимальными потерями, вот, чтобы это и минимальное влияние на экономику и на туризм было. Поэтому надеюсь, что такой плачевной ситуации, как в других странах, все-таки в Турции не будет. По скриптам вопрос, не проводите ли вы сделки, покупки, продажи за криптовалюту и слышали ли что-нибудь об этом в Турции, насколько это активно? Слышали, вот такое сейчас появляться начинает в Стамбуле, конкретно на побережье, не проводим за криптовалюту, все равно оплата евро, доллары или лиры. Иногда спрашивают, почему мы цены в евро говорим, почему в турецких лирах не говорим, зависит от продавца, если турецкий продавец, который нам цену в лирах дает, то, конечно, мы прямо и в контракте стоимость в лирах прописываем, но если это иностранный собственник, который ориентируется только на валюту, то, конечно, уже и контракт будет валютный. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда уже такое совсем-совсем-совсем финальное слово. Огромная благодарность Александре Кабарчи и ее коллеге Ольге, которые ответили на, если я правильно прочитал, где-то около 50 вопросов у нас было. Я уверен, что и материалы, и видео тоже будут пользоваться спросом, потому что действительно информация – это то, что сейчас делает этот мир гораздо приятней. Спасибо вам огромное. Приглашаю еще раз на наши вебинары. Будем беседовать, ну, о Турции в ближайшее время уже не будем, будем попозже, некую паузу возьмем, но будем говорить завтра сразу о пяти странах. Послезавтра будем говорить о Карибах. В понедельник будем говорить о Португалии. Александра Кабарчи, руководитель отдела продаж компании от Аберка Стей. Александра, здоровья вам, удачи, успехов. Спасибо всем нам и всем нашим зрителям. Да, это настолько сейчас актуально. И терпение, потому что все-таки терпение и оптимистического взгляда на ситуацию в целом во всех странах. Я думаю, все будет хорошо, и это мы будем потом даже не вспоминать. Да, терпеть, надеюсь, долго не придется. Спасибо вам, дорогие друзья, вы замечательная аудитория. Встречаемся и на Прианру, и в Турции, и в компании от Аберка Стей. Всем здоровья, это самое главное сейчас. До скорых встреч.